Привет, ребят! Я сейчас еду на съемку с фотографом. Мы с ним очень часто фотографируемся, наверное, регулярно, каждый месяц. И сегодня мы решили поехать пофотографироваться в Джошуа Три. Это такая пустыня с этими такими деревнями, похожими на кактус или что-то такое колючее. Вообще интересные такие деревья, здесь их очень много в Калифорнии. Ребят, мы по дороге нашли такую классную местность. Здесь скалы красивые, мы решили сюда заехать. Здесь вообще фоткаться нельзя, но мы быстренько сделаем пару кадров. Зато очень красиво. Вы не представляете, как нам было тяжело позировать эти камни. Они раскаленные, они супер горячие, острые. Вообще больно там было сидеть. Попа у меня болит. Руки, ноги болят, коленки. Это что не сделаешь ради искусства. Вообще классно мы отсняли, хотя здесь запрещено фотографироваться. Но у нас целая фотосессия здесь была. И сейчас мы едем в Джошуа Три. Последний образ досняли. Как раз солнышко уже уходило. Получилось классно. Я подготовила такие неплохие аутфиты. Да, круто сегодня было. Но я чувствую, что у меня уже начинает голова болеть. Я почему-то, когда долго снимаюсь где-то далеко. Особенно, когда я долго еду на машине куда-то. Плюс, когда солнце, у меня начинается сильная мигрень. Быстренько домой. Потому что я обычно, если таблетку не выпью вовремя, все. Плохо будет. А, кстати, Женя сейчас еще на работе. У него тоже там завал. Он снимает завтра ночью видео. И это будет три ночи подряд. Много событий происходит и у меня, и у Жени. И скучать не приходится. Я сейчас нахожусь с Женей на его съемке. Он будет снимать короткий фильм о Гэмдите. Это персонаж по марваровским фониксам. Он уже снимал первую часть с Ника. Сегодня они снимают вторую часть. Также в этой части будет сниматься Эрик Роботс, наш актер, который снимался в фильме с Жениным. В общем, все тем же составом. А я помогаю Жене с контентом для социальных сетей. Я делаю бэкстейдж, делаю всякие фотографии, инста-сторис. Вообще, я обожаю быть с мужем на съемках. Мне нравится наблюдать, как он работает. Он очень профессиональный. И я им горжусь. А вчера мы снимали ночью. Я не ожидала, что у меня так холодно. Потому что днем жара. Ночью температура воздуха опустилась. Мне кажется, градусов до 15-16 по ощущениям. Я дико замерзла. Сейчас снова жарко, сейчас душно. Но я уже приготовилась. И у меня пальто с собой. Сейчас они там репетируют. Все ушли. Я одна в гримёрке сижу. А сегодня мы будем снимать до 4 утра, я так предполагаю. И еще 2 ночи таки. Самое тяжелое это все-таки ночные съемки, когда режим такой. Кстати, я вот пока кушала на ланче, я попыталась посчитать, сколько нас людей на сете. И как выяснилось, где-то 30 человек точно есть. Немаленький проект, я бы так сказала. Я даже не думала, что будет у нас такой размах этого всего. Сегодня предпоследний день нашей съемки. Я не знаю, как я вытяжу, потому что я сегодня буду всю ночь здесь. Потом я на 8 утра еду на свою съемку. Я буду сниматься целый день для каталога. И после этого каталога я снова приеду сюда же. И буду снова целую ночь. Ну, кажется, у меня уже был такой опыт. Но на то время я пила кофе. А тут я не знаю, как я выживу. Но, надеюсь, все будет хорошо. Сегодня будут снимать еще массовку. И Женя попросил меня тоже поучаствовать там. И, возможно, Руслану тоже приедет, если она успеет. Ребят, посмотрите, сейчас девушки, наша актриса, сфидают волосы. И эту краску можно смыть. Кстати, очень круто. В общем, ребят, да, я уже не спала больше суток. Я приехала на свою съемку. Сейчас фотографируюсь для каталога нижнего белья. Она красивая домашняя одежда, различные халатики. Я впервые работаю на этой компании, но очень мне нравится. Здесь очень приятный коллектив, приятно работать. Только что покушали. И меня радует, что мы сегодня закончим хотя бы раньше. Я надеюсь, скоро я поеду домой. Может быть, даже пару часиков посплю, а потом снова на съемку уже. Ну что, сегодня у нас последний день съемки. Я отработала 8 часов на каталоге после того, как я не спала сутки. И сразу после каталога я приехала уже сюда. То есть я заехала только домой буквально на полчаса переодеться. Мы с Женей сюда приехали, и я буду снова сутки не спать. Но, на удивление, я себя чувствую сейчас гораздо лучше, чем я чувствовала себя, допустим, в середине дня. Было состояние, когда было вообще критическое такое. Я вообще еле стояла на ногах. Потом я кофе выпила, вроде бы мне помогло, я пришла в норму. Я держусь, не знаю, может быть, за счет кофе оно мне как-то помогло. Я не пила уже 2 месяца, но я больше пить не буду. То есть я выпила сегодня в виде исключения. Я надеюсь, что я эту ночь как-то перетерплю. Мне надо поснимать Жене бэкстейдж последний день. Сегодня будет много драк, постановки разные, интересные. Так же в нашем видео будет сниматься девушка. Она снимается в каком-то сериале, известном, в котором не снималась. Хоть и как она известная актриса, но я точно не знаю. Я уточню уже ни в каком сериале она снималась. Вообще она занимается боевыми искусствами, но судя по тому, как она раскидывает парней на мать. Она, видно, давно занимается. То есть она профессиональная какая-то спортсменка. Все работают, а я хожу, документирую момент работы. Доброе утро, ребята. Я сегодня решила провести день с Женей, у него в офисе. Я сегодня буду вместе с ним работать. В общем, он будет своими делами заниматься, я буду своими. Посмотрим, насколько у меня получится более продуктивно свое время проводить, если я буду не дома. Также мы сейчас едем сначала на встречу с Financial Advisor. Это такой человек, который просто смотрит все твои bank statement и смотрит там твою прибыль по проектам. И он тебе советует, что делать дальше с твоим бизнесом. Вот сейчас мы хотим нанять одного ищего работника. И у нас там нужно купить новый компьютер. И мы с ним советуемся. Да, когда-то я присутствовала на встрече Жени с этим финансистом, когда-то он приходил к нам домой. И тогда я поняла, что не для женских ушей этот разговор. Я серьезно, ну наверняка есть девушки, которые сильны в этом, которые любят все, что связано там с финансами, математикой и так далее. Математического склада ума, так сказать. Но когда я побыла на этой встрече, я поняла, что для меня каждая минута, она просто мучительна. Это ужасно. Я просто, я не то что в этом разбираться не могу, я даже слушать это не могу. Я очень рада, что у нас Женя этим занимается. Кстати, ребят, встреча у нас на территории университета. И здесь такая крутая обстановка. Здесь вот этот вот университетский городок. Как в американских фильмах, когда показывают про студентов, различные комедии, молодежные фильмы. Это очень круто. И я, кстати, очень сожалею о том, что у меня не было такого опыта быть студенткой в американском колледже. Также у них тут студенты тоже делятся на такие сообщества. Помните, там как в фильмах Альфа-Бета. Если вы сейчас учитесь в школе, в университете, не знаю, наслаждайтесь этим, цените это. Да, я понимаю, что там свои сложности. Но все равно это такой этап, который у большинства людей все-таки никогда больше не повторится. Поэтому цените это время и максимально получайте удовольствие. Это круто. Я вам показывала офис своего мужа очень давно. Там уже много чего изменилось. Я когда не была там долгое время, потом я пришла, я такая в шоке была. Насколько там быстро начала появляться различная техника, мебель какая-то. Мне кажется же, что наша квартира обставлялась гораздо медленнее, чем его офис. Вообще молодцы, конечно. Мальчики, они с Сэмом там все обустроили. Когда заходишь сюда, здесь одно рабочее место, с компьютерами. Второе место. Пока здесь я сижу, но здесь, я так подозреваю, будет место секретаря. Кстати, оно сразу же у входа. За этим столом у них происходят их встречи. И когда люди приходят, они общаются так же. Они тут собираются, обсуждают что-то. Доска, на которой они записывают свои наполеоновские планы. Большой телевизор, где они могут показывать свои работы клиентам. Диванчик. А это мини-кухня. Они здесь оборудовали мини-холодильник, кофе-машины, микроволновка. А вот и постер их фильма. Пойдемте, ребята, на второй этаж, посмотрим, что там. Здесь одно рабочее место. А здесь у нас второе рабочее место. Как вы видите, очень много мониторов. Интересно, если их в сумме посчитать, сколько будет. Наш начальник. Вот тут мой котик монтирует что-то сидит. Это тот фильм на съемках, которого я недавно была. И влог снимала, и бэкстейдж снимала. В общем, такая у них тут каморка. У них тут прям целое, знаете, как холостяцкое гнездо. Кстати, у нас тут, по-моему, почти все парни, все, которые работают с Женей, мужчины, по-моему, в основном все холостые. По сути, в отношениях один с Женей. Мне кажется, что как-то тут тяжело в Лос-Анджпесе построить отношения. И много реально очень хороших парней, молодых, симпатичных, и у которых нет женщин. Очень много холостых людей. И не только парней, и девушек. И причем, знаете, в таком возрасте уже, что это не 18, не 20 лет, это человек за 25 и 30 лет, и даже старше. И почему-то они одиноки. Наверное, такой город, что реально очень сложно построить хорошие гармоничные отношения. Поэтому мы с Женей, глядя на это все, друг друга еще больше ценим. Жене говорю, чтобы секретаря, пожалуйста, взял мужчин. Никаких мне женщин тут. Я шучу, ребят. Утро, добрые, ребят. У меня сегодня съемка. Кстати, ранее очень. В 7.30 мне уже надо было быть на месте. А сегодня снимаю снова для бренда одежды нашего друга Ника. И мы сейчас в каком-то магазине. Кстати, интересно, что он организовал фотосессию просто прям в магазине. Я сегодня снимаюсь недолго. Это займет 2-3 часа. И потом у меня еще будет другая съемка с фотографом. Я только что поздравляла с Ника с рождением ребенка. У него 10 дней назад родился сын. Такой, ребят, первый аутфит. Какая-то футболка, леггинсы. Ник, я так поняла, сейчас очень активно занимается развитием своего бренда и здесь, и в Нью-Йорке, и в других городах. И делает сейчас много контента разным. Мы будем сегодня снимать фотографии и видео. Кстати, классные вещи, мне нравятся. Такие спортивные, в стиле Лос-Анджелес, комфортные. Мы сейчас с Женей едем к Нику Бейтману домой. У него сегодня будет вечеринка. Мы, кстати, впервые увидим его ребенка, которому уже, наверное, сколько? Полмесяца. Той месяц, наверное. Сегодня выходной день. Мы с Женей думали, как его провести вместе. И здорово, что вот как раз нас пригласили. Сможем как-то отдохнуть. Такая моя кушечка любит. Мы уже в доме. Только что я держала на руках ребенка Марии и Ника. Вообще он такой милый. Спрашивают постоянно у нас Женя, когда у вас будет ребенок. Не знаю, когда у нас он будет, но пока ни я, ни Женя мы еще не готовы к такому ответственному шагу. Но я думаю, еще пару лет. Но вообще в идеале я себе в голове загадала такую цифру, что я хочу ребенка, когда мне будет 30 лет. А это еще 4 года. Поэтому мне кажется, что скорее всего так и будет. Допустим, Мария 31, Нику тоже 31. Мне кажется, что они родили этого ребенка, своего первого ребенка, вот как раз идеально. В идеальное время для себя. Они купили этот дом и возраст. Все, мне кажется, здорово. У нас Женя, я думаю, так же само будет. Иди сюда. Иди сюда, красавица. Или красавица, я не знаю. У них и мальчик, и девочка. Самое крутое в частном доме это иметь свой задний двор. Где бассейн, джакузи, лежаки. Вообще это самое крутое. Потому что дом, по сути, в данный момент мне не нужно много пространства, если говорить за собой территорию. Мне в принципе квартиры хватает. Но если бы добавить к этому вот этот вот дворик, где вся вот эта вот территория, которая сейчас у нас общая, да, с жильцами нашего дома, но иметь это свое, это вообще-то гениально. Также сегодня будет какой-то бой вечером, который американцы все смотрят, все ждут. Короче, я не в курсе. Что-то мужская какая-то тема, и не пришло много друзейника. Они хотят вечером все это смотреть с пиццей. Наверное, мы тоже останемся. Придется смотреть. Мария с Ником нас пригласили на свадьбу, которая будет в июле месяце, где-то в Малибу. Надеюсь, что мы в этот день будем свободны. Там будет много людей. Кажется, больше ста человек. И никак и Ник не сказал, что это большинство у Марии родственники, потому что с его семьей всего нужно будет пару человек. А вот и пицца приехала. Мы с Женей уединились от всех. Смотри, у меня расцвечение нового такое. Я говорю, Женей, вот так круто смотреть на таком большом экране, на проекторе какой-то классный фильм на улице. Единственное главное, чтобы соседям не мешать, я думаю, что до 10-11 можно слушать. Если бы не то, что мы смотрим, это была бы романтика. Привет, ребят. Я только что приехала к Руслане. Кстати, я могла к ней дойти, потому что пешком сейчас мне к ней где-то минут 20. И на Uber это вообще где-то 10 минут. Руслана наконец-то переехала, и теперь она живет очень близко. Мы договорились, что мы будем теперь заниматься спортом вместе 3 раза в неделю регулярно. Посмотрим, как у нас с тобой получаться. Также у нас сегодня будет девишник. Мы собираемся сегодня, да, после тренировки, поехать на ивент на Венес-Бич. После этого мы возвращаемся снова к Руслане. И я сегодня останусь у нее с ночевкой. Самый неприятный момент, когда ты приходишь в ЗА, радуешься, что там никого нету, и потом кто-то приходит. Это ужасно. У Русланы очень неплохой спортзал. Он побольше будет, наверное, даже, чем мой. А еще, кстати, круто, что у него в спортзале есть автомат с водой. Сильная, независимая женщина. Женщина, да. Кто еще с другой? Я сейчас кого-то убью, потому что я ничего не убью. Там идет человек, говори мне, куда идти. Правее, правее, держись. Да, я иду. Это так комично выглядит. Потому что, знаешь, тебя не видно за этой посылкой. У нас, ребята, воркаут продолжаются. У меня. Что, я тоже несла посылку? Вон, посмотрите. Это тоже было тяжело. Это не на меня наказывает за то, что я не делала столько, сколько она ковероприрует. Ребята, Руслана распаковывает посылки здесь. Смотрите, сколько чая она заказала. И это все не тот чай, так что. Ну, это тот чай, просто он с кофеином. Да. А вообще, вот этот чай, йоги, камбуча, это очень круто. Мы сейчас приоденемся и будем ехать, потому что еще ехать до Венес-Бича довольно-таки далеко. Если с трафиком, можно туда вообще, наверное, час добираться. Ну, такой же ты красивый мальчик. Я надеюсь, что я не спарюсь в этом свитере. Ну, ночью, вечером я точно не спарюсь. Обрадует, то я беру шубу. И не слящие мне. За что? Из чебурашки. Из вашей любимой игрушки. Я до сих пор не привыкну, что уже осенне-зимний период, когда солнце заходит очень рано. По-прежнему в моей голове еще как будто солнце садится минимум в 8 часов, а на самом-то деле нет. Наш Uber приехал. В общем, сейчас мы едем на открытие какого-то магазина одежды. Это находится здесь буквально в 10 минутах. И надо поесть, потому что я дико хочу кушать. Я думаю, мы закажем еды. Хотя, не знаю, мы покушаем здесь, либо поедем домой, там закажем еды и будем сидеть в джакусе. Аниш, как лучше поступить. Я ни на каплю не пожалела, что я одела этот свит. Что, ты думаешь, что холодно? Ну, нехорошо сидеться, но, в принципе, ни холодно, ни жарно. Но если бы я была без свитера, то мне было бы холодно. То, что? В моей жизни происходит столько всего интересного и хорошего, но я, как и большинство людей, которым свойственно не замечать это или относиться как к должным. Влоги помогают вспомнить, оценить и сохранить в памяти каждый прекрасный момент, события, людей. И я счастлива иметь такую возможность передать вам через экран частичку себя, той положительной энергии, которая есть у меня.